Знание упразднится из послания апостола Павла к Коринфянам из 13 главы 8 стихе. «Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же нас станет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». Здесь апостол Павел говорит о жизни будущего века. Мы с вами, живя в этом мире, стараемся приобретать всё новые и новые знания. Более того, мы, например, с вами используем библейский текст, слово Божие, которое нам так потребно и позволяет правильно выстроить ориентиры в этой жизни. Но у Адама в раю не было Библии, у него было отношение с Богом выстроено немного иным образом. В личном общении, в непрестанном общении с Богом пребывал Адам. Поэтому здесь нужно обратить внимание на следующее. Когда прекратится жизнь этого мира, когда мы войдём уже в жизнь будущего века, то, конечно, и знания наши упразднятся, то есть станут пустыми, станут неприложимыми к той или иной практике. Здесь же мы приобретаем знания для того, чтобы использовать их в своей повседневной жизни, духовной жизни. Иногда это прикладные знания, которые необходимы нам для жизни физической. Но так или иначе, в жизни будущего века, где нет греха, где всё будет совершенно иным, нет болезни, печали, воздыхания, наши знания упразднятся. И вот апостол Павел здесь обращает внимание на то, что мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, а когда настанет совершенное, то есть исполнение времён или жизнь будущего века, тогда то, что отчасти, прекратится. Потому что мы уже будем видеть Бога, мы уже будем общаться с Ним во всей полноте, и поэтому для нас знания, накопленные здешним опытом, не будут иметь никакой пользы и, соответственно, станут пустыми. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok